Ну, я уже сказал сегодня, что мы по ходу передачи будем связываться с людьми, находящимися далеко от нашей студии. А вот вчера мы вышли, так сказать, на контакт с теми, кто близко от нас работает. Инженеры, которые работают в Мемориальном музее космонавтики, это рядом с нами, повторяю, предложили нам такой сюжет, и, как бы условно его назвав, искусство и техника, музыка и техника. Вот давайте с ними сначала познакомимся. Пожалуйста, Сережа. Мы с вами находимся в Мемориальном музее космонавтики, где кроме экспонатов демонстрируются специальные, посвященные космической тематике, светомузыкальные программы, вот в этом кинозрелищном зале. Вообще, идея перевода музыки в цвет родилась очень давно, еще в 17 веке. Впервые стало возможно говорить о светомузыке как об искусстве в связи с опытами замечательного русского композитора Александра Николаевича Скрябина. А сегодня мы хотим вас познакомить с работой группы, ведущей дальнейшее изыскание в этой области, руководитель Юрий Бекарский. Я пришел сюда с моими друзьями как музыкант. Мы надеялись, что здесь будет хорошая музыкальная база и современные инструменты. Ну и, конечно, нас очень увлекла идея создания такой студии, где планировались оригинальные синтетические зрелища. Ну, мы пришли сюда, начали работать, делали разные работы, увлеклись работой с техникой. Многое из того, что вы видите здесь, ну, мы делали своими руками, и это стало, наверное, нашим любимым делом. Широкая публика в основном сталкивается с явлением светомузыки в эстрадных концертах. И, в частности, например, современные рок-группы просто не мыслят себя без цвета светового оформления и лазеров. Как вы относитесь к этому явлению? В целом положительно, потому что популяризация работы, не знаю, лазерной в том числе, это положительный эффект. Конечно, мы приобщаем зрителей и знакомим их с нашими какими-то работами. Потом это красиво, но мне хотелось бы, чтобы все-таки лазерная особенно, так сказать, графика, она применялась, ну, более художественно, наверное. Потому что часто мы видим, ну, какой-то набор эффектов, часто очень повторяющихся. Наверное, надо использовать те возможности лазерной графики, ну, которые, ну, емче, понимаете. Можно использовать микроструктуру, которую мы получаем в картинках лазерных. Наверное, есть какая-то пластика лазерная, которую стоит, наверное, полнее использовать в программах. Спасибо. Остановите, пожалуйста, видеозапись. Давайте сейчас попробуем соединить вот лазерную технику. У нас здесь в студии, то есть техника-то там, в Мемориальном музее космонавтики. А вот у нас есть наши гости, группа, которую возглавляет Александр Ситковецкий, популярная группа, лауреат всесоюзного конкурса. Автограф. Я попрошу автограф на эстраду. Техника лазерная и музыка. Пожалуйста. Музыка. 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 Музыка.